Кто добивается результатов, будет расти. Кто относится к работе безответственно, будет искать что-то другое. Такое заявление сделал Владимир Васильев в ходе семинар-совещания с главами районов и городских округов Республики Дагестан. Ряд важных вопросов относительно местного самоуправления был обсужден в Дагестанском государственном институте народного хозяйства, где побывала и наша съемочная бригада. Хадижа Курбанова продолжит. На 20% повысился бюджет Республики. Проект 100 школ реализован успешно. Сбор налогов налаживается. Владимир Васильев подводит итоги совместной работы. На редкость он не гневается, а даже наоборот поощряет тружеников. Вот только именно тружеников. Для отдельных лиц у него разговор отдельный. Как-то на встрече с вами, несколько человек, я услышал, сказали, что стыдно людям в глаза смотреть. Присутствующие здесь главы. Вам не стыдно будет смотреть люди в глаза, если вы будете делать все инициативно, своевременно и качественно. Но если вы еще будете проявлять инициативу, как это делают ряд коллег, то вы будете вообще выглядеть прекрасно в глазах. Сейчас главное сохранить доверие, которое тяжкими силами, но достигнуто, отмечает Васильев. Речь о доверии на федеральном уровне. Нашу работу замечают и оценивают. Об этом свидетельствует и грант, который в этом году выиграл Дагестан по итогам рейтинга социально-экономического развития регионов. Самое главное, что премируют только 40 регионов из всех субъектов. Да, 85 субъектов, только 40 регионов. Вот мы оказались 13-е, и за это дается грант 625 миллионов. В чем прелесть этого гранта? Это большой труд всего Дагестана. Это, во-первых, и признание, но и награда денежная. Мы можем его тратить на то, что сами решили. Казалось бы, положение дел меняется в лучшую сторону. Бюджет увеличен, и кроме него есть средства на еще большие затраты. И здесь важно не расслабляться. Владимир Васильев вручил каждому главе района государственные награды и напомнил, конфликт интересов наказуем, и родственные связи на рабочем месте он не потерпит. Кадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.